Ну-ка, шли. Вот, возьмите его. Доброго, здоровья, батюшка. Благо, деятель, давай. Кавалер. Кавалер, ваше сиятельство. С турками воевал, с бусурманами. Без ноги, без руки остался. Помогите, ваше сиятельство. Надо вам помогать. Благодарю, ваше сиятельство. А вы откуда? Можно с вами поговорить? Можно. Можно, можно. Ну, что случилось? Я вот в Бога перестал верить. Ага. Дедушка, я тебя ждал. А, это хорошо, что ты меня ждала. Вот. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Лариса Григорьевна. Доброе утро. Как спали? Прекрасно, Лев Николаевич. Хорошо. Кушай, пожалуйста. А тяжело жить на свете. Почему же тебе так тяжело? Тебя все любят. А что же мне, может быть, не тяжело-то? Вот то, что кушанье хорошее, что ли? А? Нет, я просто говорю, что тебя все любят. А сам поди думай. Вот, проклятый старикашка. Говорит одно, а делать-то и другое. Пора тебе сдохнуть. Хватит фарисействовать-то. Полно, полно, Лев Николаевич. Эка куда повел? А что? Правда? Ну, я вот таких писем много получаю. И считаю, что пишут мне это друзья. Друзья ли? Лев Николаевич. Да, правду говорят. Привет душой. Я больше не хочу. Друзья. А вот посмотрите. Утром выхожу я и всегда вижу пять, семь, а то и больше холодных, оборванных, нищих людей. Ну и что? Ну, а сдам, что могу. А потом сажусь верхом на лошадь, рядом кучер и катаюсь. Да, там стоял один. Я в окно видела. С таким нехорошим лицом. Хуже твоего. Хуже. У него не то, чтобы некрасивое, а именно нехорошее лицо. Какое бывает у человека, который пьет, курит. Не доедает. Дедушка, а ты сколько блинов съел? Во второй виды. Третий он еще остался. А больше нет. Не дали. Не заработал. У меня сейчас такая интересная работа над книжками на каждый день. А тут вот это предисловие в статье Буанже о буддизме. Маташа мешает, отвлекает. Ну, не получается. Он седьмой раз переделал. А уж если у меня не пошло, уж такое старый хреб. Что на тишу похуже, волосного писали. А значит, все-таки нужна муза. Какая? Ну, куда я какое-нибудь? А если уж вот так вот поступило, вот уж нельзя, не могу молчать, так сказать, вот где-то как кашель, вот тогда можно писать. Лев Николаевич, это еще вчера Сергеенко прислал. Тут мысли Лескова. Сергеенко сам записывал. Да, я помню. Давние дела, давние дела. Ну, вот. Вот он пишет. Лучше ничего не делать, чем делать ничего. Что же тут такое? И вот. Если бы Христос жил в наше время, да, мы попросили бы у него автограф, и этим все дело и кончилось бы. Лев Николаевич. Это твоя мысль. Он, видимо, тебя цитирует. Да нет, тебе кажется. Говорил, говорил. Тогда, папа, помнится, это твоя мысль. Да? Да. Ой, давно было. А вот еще тут. Из Христа не сделали бы религии, если бы не выдумка Воскресенье, а главный выдумщик Павел. Что он сказал про Павла? Что он главный выдумщик? Вот это интересно, глубоко. Это серьезно. А вот еще. Левочка, что случилось? Ну вот, заплакал. У него всегда глаза на мокром месте. И вы маленького звали Лева Рева. Я вся в него в этом отношении. Удивительно. Вот я замечаю, крестьяне стали невеждыми со мной. Сегодня три мужика встретились, не поклонились. А я поклонился. А раньше поклонились. А вы знаете, как говорят, когда тот с кем поздоровались, не снимает шапки. Нет? Нет. Говорят, не снимай, не снимай, а то в шею расползутся. Это особо отомстить. Ну, я так не сказал. Ну, вот, Лава Георгиевна, Дженса вашего я прочитал. Ну, и как? Ну, что ж сказать. Отбирался с трудом, пользовался словарем. Ну, как видите, все же одолел. Слабо. Очень слабо. Поверхностно. И потом этот перевод. Ну, перевод-то ж на вашей совести. А вот, это вот там еще послесловие. Что-то там, ну, какой язык. Ну, к чему это вот, эта экзистенциальность. М? Ну, правда. Ну, к чему так вот уродовать язык-то? Вы знаете, тут иначе нельзя было перевести. Тут просто необходим условный термин. И сублиминальный необходим. Ну, а вот я 82 года прошил на свете и не слыхал такого слова. Сублиминальный. Ну, и что может знать такое поганное слово? Подсознательное. Да полно вам, господа. Посмотрите, благодать-то как. Алло, машина. Ах, выграть-то оно благодать. А вот что такое пот, я так и не понял. Вот я иду по земле. Ну, вот земля подо мной. А тут что? Ой, прикинулись. Напустили туману. И что ни позаковысти, то и получше. Лишь, чтобы никто ничего не понял. Вот единственная цель сейчас. Вышли, извинить, Валерий Георгий, аж бы душой ведет правду дороже. Вот такой. Здравствуйте, дети. Здравствуйте, дети. Здравствуйте, дети. Ну вот, машина будет говорить моим голосом. Называется фонограф. Я вам уже говорил. Подходите поближе. Ну вот. Спасибо, ребята, что ходите ко мне. Я рад, когда вы хорошо учитесь. Только, пожалуйста, не шалите. А то есть такие, что не слушают, а только сами шалят. Это по тебе, Алика. А то, что я вам говорю, нужно для вас будет. Вы вспомните, когда потом меня уж не будет, что старик говорил вам добро. Прощайте. Будет. Все. Прощайте. Будет, сказано. Ступайте-ка. Вы ко мне? Я приехал сказать вам. Откуда приехали? С Урала. Ага. Я хочу передать вам мнение моих товарищей. Видите ли, после такой статьи, какую вы написали, прекрасная статья, вы не можете продолжать прежнюю жизнь. Ура, от слов переходить к делу. Так. Ну, что же вы предлагаете? Бросить бомбу? Ну, в кого именно? Этого от вас никто не ждет. Ага. Надо будет, брось это без вас. Люди найдутся. Ну, так что же. Вы должны занять свое место. Ага. Да. Знать свое место каждому хорошо. Прошу прощения. Пожалуйста. Плохо сказал. Как думал, так и сказал. Высоконервно. Что он плохо думал? Спасибо. Это было прекрасно, Сергей Ильич. Благодарю вас. Страшная ошибка полагать, что искусство может быть бессмысленным. Потому, если это падает искусства, есть первейший признак упадка цивилизации. Когда есть высокие идеалы, так вот, творится во имя высокое искусство. А нет идеалов, как у нас теперь, нет и искусства. Есть игра. Да. Игра. Игра словами, игра звуками, игра. Игра образами. Игра. Вот на днях получил письмо, один кадет пишет. Вот. Принести. Да нет, не надо. Он пишет, как раз в отношении декадетства. Что это? Упадок или прогресс? Я, разумеется, отвечаю, упадок. А почему вы так думаете? Ну, я потому так думаю, что цель для искусства возбуждать возвышенные чувства. декадетства. Игра. Игра. Игра.